Привет, меня зовут Илья, и в сегодняшнем ролике я вам расскажу, пожалуй, про старейший материал для живописи, а именно про уголь. Это видео не будет обзором какой-то конкретной марки, оно скорее будет нести общеобразовательный и развлекательный характер. Здесь я расскажу вам про историю возникновения данного материала, про его техники, его виды и как его можно применять в работе. Думаю, это видео будет интересно не только художникам, но и тем, кто просто интересуется живописью. Поэтому начинаем. Уголь это настолько древний и примитивный материал, что точная дата его начала использования в живописи неизвестна. Но можно сказать одно. Первые рисунки первобытных людей, именно наскальные, включали в себя элементы, сделанные углем. Примерно возраст старейшего найденного изображения это 20 тысяч лет. Причем самое интересное, что этот рисунок кенгуру, который был найден в Австралии. И в этом плане можно сказать, что анималистика это старейший жанр живописи в целом. Но об этом как-нибудь в другой раз. Но 20 тысяч лет это еще не предел, потому что это возраст старейшего найденного рисунка. До этого, кстати, возраст был немногим меньше, по-моему, 17 тысяч лет. Так что все еще впереди, возможно, уголь древнее, чем мы думаем. Самый же древний рисунок вообще это индонезийская наскальная живопись возрастом около 46 тысяч лет. Единственное, там уголь не встречается. Эта работа была полностью выполнена красной глиной. Если же вам интересно узнать про красную глину, акаосангину, то напишите внизу в комментариях, я сделаю подобное видео и про этот материал. И вообще, у меня есть идея сделать подобное видео и на другие материалы, поэтому пишите, что вы хотите. После древности и античности уголь как самостоятельный материал использовался крайне редко. А на тот момент он представлял из себя вот такие вот обычные кусочки. Это обычный древесный уголь. Причем эти кусочки очень сильно различались по мягкости, хрупкости, размерам и вообще своим свойствам. Поэтому рисовать что-то внятное вот такими вот глыбами было в принципе нереально. Ну, исключением были, пожалуй, лишь черновые работы художников. Знаковой датой для уголя стал же 15 век. В это время итальянский художник Чинино Чинини издал свой трактат о живописи, где впервые продемонстрировал способ изготовления угля в виде древесных палочек. Технология была такая. И вововые прутья связывались в пучки и плотно закрывались в глиняных ошках. Затем помещались в печь и оставались на ночь до полного обугливания. При этом, если вот это все дело передержать, то уголь становился слишком хрупким и использовать его было нереально. Также есть данные, что через 200 лет данный способ был модернизирован и в глиняные ошки к ивовым прутям стала заливаться нефть. Но говорить о правдоподобности данной теории я не могу, потому что я пытался найти что-то в интернете по поводу этого художника, но все мои поиски сводились к русскоязычному интернету и к одной единственной статье. Так что, наверное, это фейк. Но, тем не менее, на выходе уголь получался в очень удобной форме. Это вот такие вот тоненькие палочки, которые были при этом еще очень прочными. И таким образом уголь из какого-то непонятного материала стал очень востребованным. Со средневековья до эпохи Возрождения вот такими вот тоненькими, удобненькими палочками рисовали полноценные работы, так как ими можно было прорабатывать мелкие детали и тем самым создавать просто шедевры по тому времени. Но все это продолжалось, как я уже сказал, до эпохи Возрождения, и в это время интерес к гуглю как к самостоятельному материалу снова угас. Но именно в эпоху Возрождения произошел небывалый всплеск живописи. Вы все знаете Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана, Боттичелли. Вы помните, как выглядят их работы, а еще вы помните, как выглядят страдающие средневековья. И вы можете увидеть, что здесь есть колоссальная разница в технике. И так и есть. В эпоху Возрождения художники старались максимально детализированно изображать свои работы. В это время полностью поменялась манера живописи, и теперь художники стали работать как? Они рисовали миниатюрки, а уже по этим миниатюркам переносили с помощью набросков эту работу на холст. И, как вы уже понимаете, наброски делались именно углем. С эпохи Возрождения этот материал стал полноценным инструментом для художников, наравне с кистью. Последним этапом в становлении угля стал XIX век, когда художники придумали новый способ обработки этого материала. Тогда появился прессованный уголь. Он делается на основе пигмента сажи газовой, который в принципе является обычным древесным углем. Но эту сажу газовую спрессовывали вместе с клеем, и получались такие вот тоненькие брусочки. Эти брусочки обладают большей укрывистостью и большей насыщенностью цвета. Поэтому подчеркивать прям черные-черные детали таким материалом проще. И что мы сейчас имеем? Сейчас мы имеем, что у нас есть древесный уголь, который хорошо растирается, но при этом достаточно светлый. И теперь у нас появился прессованный уголь, который чернющий и очень контрастный. И что мы получаем? Правильно. С 19 века уголь снова стал использоваться как самостоятельный материал. И, кстати, эта тенденция продолжается до сих пор. Теперь я хочу с вами поговорить про виды угля. Хоть в истории я частично затрагивал этот момент, но я все же сказал не все. Самый первый вариант – это классический натурально-древесный уголь, который выглядит вот так. Сам по себе он полупрозрачный и очень подвижный. Можно сделать как плотный, почти черный штрих, так и растереть его до почти невидимого серого. Также натуральный уголь прекрасно стирается клячкой. Таким углем сейчас в основном делают наброски под масляную краску, как это делали еще в эпоху Возрождения. Так как графит может травмировать холст, во-первых. А во-вторых, графит смешивается с краской и создает грязь. Ну и как самостоятельный материал древесный уголь прекрасно используется. Все художественные школы учат работать именно на древесном угле из-за дешевизны, подвижности, именно в плане растирки, а также простоты. На тонной рисунке всегда проще для понимания света и тени. У меня, кстати, вот такой вот мажорский уголь от Кахенур, но если честно, можете покупать самый дешевый. Единственное, смотрите на диаметр палочек, так как разные компании выпускают разные вариации толщины под разные форматы. И тут вам надо уже будет подбирать удобно для себя. Второй вариант угля – это спрессованный уголь. По живописному он является соединением сажегазовый, это пигмент, и какого-нибудь наполнителя. Он может быть как клей, и тогда получится стандартный прессованный уголь в брусочках. А также это может быть коалин, и тогда это будет сухая пастель. Также от наполнителя и его количества будет зависеть мягкость. У древесного угля она, кстати, всего лишь одна, но она может отличаться в зависимости от древесины, с которой делали этот самый уголь. Прессованный уголь, как я уже говорил, более укрывистый по сравнению с предыдущим. Он просто чернющий. Но у него есть некий минус. Он хуже поддается растиранию и хуже стирается. Но им можно делать яркий черный. Яркий черный. Ну ладно. У меня прессованный уголь в виде вот таких вот монолитных карандашей от Malewich, а также в виде сухой пастели от Sonnet и Brauber. Другой вариант уголя – это уголь в карандаше. На самом деле это вещь больше для тех, кто работает в пастельной живописи, так как грифли внутри – это та же самая прессованная сажа газовая, с вытекающими твердостями и плотностями. Как уже понятно, такими карандашами еще удобнее прерабатывать мелкие детали. Также есть водорастворимый уголь в брусках, который я, честно, не знаю, как работает. Да и те, кто покупал этот уголь, тоже особо не имеют представления об области его применения. А теперь как же рисовать углем? На самом деле как угодно. Если говорить о чистой технике, то можно, во-первых, штриховать, во-вторых, растягивать уголь по листу, растирая его, или же можно полностью покрыть лист углем, а затем с помощью клячки или ластика убирать лишнее, тем самым высветляя детали. Вариативности, честно, куча. Самое интересное – уголь размывается водой. Да, я упоминал, что есть особый водорастворимый уголь, но обычный уголь тоже растворяется водой, но не так хорошо. И если учитывать этот параметр, то вариаций использования стало еще больше. На самом деле, какое-то время назад я делал обзор на угольные карандаши отдельно. Вы можете посмотреть это видео по ссылке. И там, в принципе, я пытался размыть уголь, но, к сожалению, тогда я не особо понимал, как это работает, поэтому у меня это вышло не очень хорошо. А вот сейчас вы можете видеть, как я использую разные техники, разные вариации угля для создания какой-никакой работы. Да, выглядит она, к сожалению, не так хорошо, как хотелось бы, просто потому что это совершенно не мой материал. Но давайте так. Даже если вы плохо рисуете и вообще не понимаете, как работает данный материал, угольная работа выглядит очень атмосферно. И всегда можно сказать, что это задумка и искусство. Ну, а на этом я заканчиваю свою пробную попытку в историю живописи. Если вам понравилось мое видео, то напишите внизу в комментариях, какие бы еще материалы вы хотели бы увидеть вот в таком вот плане. Я надеюсь, что вам это было все полезно и интересно. И пока!